...падать, скользить и так далее, но смешного в этом на самом деле будет не очень много, потому что матч двух больших российских команд проходит в условиях, которые очень многое, к сожалению, нивелирует. Да, но все-таки вот как тут мы привыкли, всегда искать виноват. А кто может быть виноват здесь? Ну, 2 апреля, Миш, ну никто не ожидал, что это будет снег стеной. Ну, да, это правда. И то, о чем ты говорил, о том, что Локомотив, может быть, поздновато начал уборку, но мы видели, как расчистили поле и во что оно превратилось буквально за полчаса. Да, это будут уже, наверное, после матча какие-то претензии, разговоры, почему так поздно и почему плюс час к началу матча. Это вопрос, действительно, требующий решения. В остальном, вот мы все равно видим, убрали снег и его все равно много. Бокаев получил мяч, сбросил его партнеру грудью. Обратная передача, но уже не на Бокаева, а на Квинси Промеса от Николсона. И снова Локомотив на месте. Джеке. Знаешь, его нарушены правила? Ведь вчера Локомотив здесь, это у него самая типичная ситуация, проводил тренировку на этом газоне. И не боялся нагрузить его перед игрой. Он действительно хорошего качества. Но сейчас, как говорится, кому это интересно? Это интересно всем. Только не всем это теперь понятно и очевидно. Георгий Джеке за пределами поля практически в сугробе, который здесь образовался, когда чистили снег с поля. Да, интересно, что еще в перерыве произойдет. Какой объем упорки там случится в эти 15 минут. А вот скидка Бокаева на набегавшего Николсона. И тот простреливал в центр штрафной площади на месте Мампаси. Спартак зарабатывает штрафной от самой боковой линии. Там сейчас такое самое зеленое пятно. Как раз то самое, по которому... Тот самый участок поля, по которому проскользил сбитый Георгий Джеке. Нужно еще раз выполнить стандарт. 13 минут в этом матче позади. Уже был убойный момент у Спартака. Когда Худяков вытащил сложнейший мяч из-под самой штанги после удара головой Бокаева. Литвинов. Заброс по диагонали. Хлусевич. Пытается финтами разбросать соперника. Ну а здесь нарушает правила Перейра. Да, и не упадешь вот так вот. Надо стоять на ногах. Холодно. Но как только Карасев выбивал решение и диктор по стадиону сказал здесь, игра будет. Такая была волна эмоций. Ну еще бы, конечно, приехали. И многие ведь из области приезжают. Или, по крайней мере, на другой конец Москвы. Но для того, чтобы на большой матч такой попасть. Литвинов. Переводит на Моза сам. Ну много стало длинных передач. Кажется, так немножко по привычке, что ли, команды попробовали поиграть низом в начале игры. А потом все отчетливее стало понятно, что сегодня самый главный вариант доставки мяча вперед – это длинная передача в надежде, что партнеры зацепятся. Да, очень сложно смоделировать нам. Хотя мы видели уже момент, как же все-таки забьют сегодня. Как голыбнут, выгибут. Ну мы уже увидели, например, стандарт и прообраз. Ну, по крайней мере, голевой момент увидели. Ну, понятно, что это скорее плановая. Пятнадцатые минуты уже вот спартаковские запасные рядом со мной тут разминаются. Александр Соболев, в частности. То есть так рано может быть уже с прицелом на то, что на таком поле может какой-то форс-мажор быть. Поэтому лучше запасным быть в тонусе. Александр Максименко вводит мяч в игру. Джеке. Снова мощнейший удар вперед. И опять, читая игру, выходит Худяков из ворот. Забрал мяч в руки. Нати князья набросил. Перед ним есть свободное пространство. Он набрал, вроде бы, казалось бы, неплохую скорость, но затормозил мяч. Мородишвили здорово подключился сейчас из опорной зоны к этому наповедению своей команды. Сбил его Кофрие. И штрафной зарабатывает локомотив. Мородишвили и Текнезян вдвоем у мяча. Бакаев вступил в борьбу. Здесь чисто был отобран мяч по мнению судьи. Бакаев на газоне, а локомотив продолжает наступление. Уже доставляя мяч в штрафную площадь Перейра. Убирает красиво, но довольно рискованно мяч под себя перед собственной штрафной. Мозес. Ух ты, кстати, с ним отрабатывал, который вообще в сегодняшнем матче много возвращается назад. Худяков второй раз в матче играет ногами. Поворота пустые. Бакаев бьет. Нет, не пустые. Успевает Худяков вернуться. Да, неплохо сам себя развлек сейчас. И нас тоже. Ну и давай отметим Зелимхана Бакаева, который очень быстро принял решение и пробил поворотом. Вот здесь Монпасси не самым лучшим образом сыграл. Из ворот выходит Худяков с дальней дистанции. Удар поворотом. Но Худяков молодец. Монпасси успел сразу же отскочить назад и встретил этот удар совсем недалеко от ворот. Мне кажется, он успел прочитать намерение Бакаева. Он понял, что Бакаев будет бить сразу. И оказался к этому готов. Подача в Спартаковскую штрафную. На месте Литвинов. На месте Литвинов выбивает мяч на угловой. Еще один стандарт для Локомотива. Пошла подача. В центр штрафной площади мяч перелетел через Монпасси, который опирался на соперника в этом эпизоде. Опять, кстати, Джикия пострадал. В итоге ничего из этого стандарта не извлек Локомотив. Ну, а вот еще раз момент, когда Худяков играет. Да, и он сразу же посмотрел, где ворота. Побежал назад и успел вернуться. Ну, и Бакаеву не удалось над вратарем направить мяч. Все-таки тот высоту такую недосягаемую для вратаря не набрал. Ну, пойди еще подстройся под... Ну, вообще, это похвальное решение. В таких сложных условиях вот так быстро среагировать. Причем и с той, и с другой стороны. И Бакаев молодец, что так прочитал момент. И Худяков тоже. Флусевич забрасывает штрафную площадь. Здесь едва Ай. А те, князиат не просто с короткой покором, он еще и без перчаток. Ну, ты же говоришь, что не холодно. Ты знаешь, уже так я бы сейчас не сказал. Все-таки накопленный эффект работает. Знаешь, как говорят в Сибири, сибиряк не тот, кто не мерзнет, а тот, кто тепло одевается. Спасибо, Миша, заботливый. Сбили Литвинова. Он был первый на мяче. И в него врезался игрок Локомотива. Поднимается Руслан Литвинов. Кстати, мы еще должны говорить и о том, что травматичность может повышаться в подобных условиях. Вот Бакаев разыграл мяч с Квинси. Но в таких случаях тренеры и физиотерапевты говорят, что работает другая группа мышц. И реакции на движения другие. То есть тут футбол превращается немного в иной вид спорта. Это интересно, кто к этому быстрее адаптируется, кто с этими ощущениями совладает. Но он наверняка должен стать более силовым, потому что борьбы будет довольно много. Сейчас хороший заброс. Вот Хлусевич. И опять передача назад по диагонали. Но там все под контролем у Локомотива. И мяч недостаточно сильно идет. Тем более Хлусевич собирается в положение вне игры. С которым можно было бы поспорить, наверное. Так, ну а вот и Найортик Низиан. Достаточно эмоционально на что-то реагирует. Так у нас приближается потихонечку половина тайма. Середина тайма. И пока в том, что касается угроз воротам, 2-0 в пользу Бакаева. Потому что оба эпизода случились после его ударов. Мозес. Нет, Живогляда в подкате играет чисто. И Локомотив может сейчас получить численное преимущество в нападении уже угла. Страх штрафной. Дмитрий Живоглядов. Передача успевает отработать в обороне сейчас по флангу вместо ушедшего вперед Мозеса Перейра. А вот подкат Живоглядова. Но не получилось у него передачи. Пока я рассматривал адресаты для паса в этой стене снега. Подоспел Перейра и выбил мяч у него из-под ног. Точнее, перехватил эту передачу. Бика-бика оставил партнеру. Подача накрыта. Бородишвилия. Живоглядов. Снова аут. Я почему-то говорил про середину тайма приближающейся. Потому что разговоры о необходимости расчистить границы штрафных и линии аута были сегодня частой темой. Ну, то есть сверху кажется, что нет. Сверху все видно. А вот как по телевизионной картинке и как по ощущениям на поле, это второй вопрос. Более важный, конечно. Я около штрафной Худюкова. Я линии тоже могу отсюда видеть, пока они настолько основательны, не засыпаны. Ну и Карасев, прежде всего, на свой взгляд ориентируется. Что ему видно. Перейра навязал борьбу. И здорово это сделал Маратишвили. Удар по воротам. Не было рикошета. Мяч просто сваливается так с ноги и уходит далеко в сторону. Но от ворот, кстати, обрати внимание, что в предыдущем эпизоде Александр Максименко не стал рисковать. Не стал ловить мяч в руки, а кулаками выбил подальше. Ну, а то же самое было у Худюкова. Уже было понятно, что здесь фиксировать мяч в этих условиях... Рискованно. Рискованно. Понятно, что перестраховка идет у вратарей. Ну, водопой ты такую параллель проводил. 25-27 минута обычно в жару происходит. Вот эта минута подбирается. Сейчас посмотрим, как Карасев отреагирует. Нужна ли будет дополнительная пауза для уборки снега. Ну, и другой, конечно, спрос с лидеров. Потому что развернуться во всей красе быстрым, технично... Ох, какое столкновение жуткое в центре штрафной площади. Причем здесь, кажется, оба пострадали. Но в большей степени, конечно, Мартинс. Мартинс Перейра получает по ногам удар от бика-бика. А тот, соответственно, желтую карточку от арбитра встречи. А нет ли здесь разговоров о карточке другого цвета? Ну, сегодня мы видели такой случай с Чаушичем в составе Арсенала. Другой там был немножко эпизод. Но я к тому, что сейчас те трактовки, которые заставляют нас... Вот, как бы, заново смотреть на такие моменты или похожие моменты. А мы в них запутались, если честно. Самое главное, что Мартинс Перейра на ногах. Все нормально обошлось, без тяжелой травмы. Ну, вот на одном из повторов было ощущение, что, может быть, здесь другие были последствия. Ну, игра возобновляется. Желтая карточка для игрока Локомотива. Литвинов отправляет мяч к чужой штрафной площади. Тин Е2 сегодня пока царит буквально в воздухе. Выигрывает абсолютно все эпизоды борьбы. Когда мяч верхом направляется в штрафную его команду. Да и низом тоже успевает все перекрыть. Ян Кухта пока работает в основном вдали от штрафной площади. А до штрафных площадей обе команды доходят. В общем, пока эпизодически весьма. Мика, Мика, ему надо аккуратнее теперь идти в отбор. Да и вообще в любой стык. Владение мячом пока в пользу Локомотива. Ну, острей Спартак. Вот вы могли сказать, игра смотрится, Миша. Ну, в каком-то смысле, наверное, да. Моменты есть. В конце концов, мяч видно. Иначе смотрится. Ну, понятно, что на неидеальном газоне, в других погодных условиях, возможно, это выглядело бы иначе. Иногда вообще кажется, что с позицией на трибунах, где-то наверху и от громки поля, все воспринимается совершенно по-разному. Поэтому это и тебе можно вопрос такой задать. А вот передача пяткой. Мяч получает Локомотив сейчас справа и пытался Керк заскочить в штрафную площадь, но не удалось этого сделать. Красиво сыграл Живоглядов, отстегнул Мозеса вот этой передачей. Дальше Георгий Джики контролировал Керка. Кажется, что мяча он не коснулся и... Как бы не просил... Керк штрафной... Керк угловой так иного и не получил. Спартак даже не то чтобы острее, он просто остр пока, потому что у Локомотива так мало что вспомнишь. Угловые, которые вообще для Локомотива являются оружием по ходу нынешнего сезона, в общем-то, не особенно себя проявили пока. В штрафной площади Спартак в два раза чаще встречается с мячом шесть касаний против трех. Может, кому-то покажется, что мало, но одно из этих касаний было близким к голу. Сейчас Перейра оставляет мяч Хлусевичу, тут играет на Бакаева. Пас от Бакаева нужен для сохранения мяча. Да, вот Перейра, а он в пользу Локомотива. Я, кстати, смотрю вот вблизи на того же Николсона, все-таки для него, наверное, это очень экзотично, то, что он сейчас видит. По движениям, по попытке обработать мяч, я бы не сказал, что это для него, мать там, на снегу в экстремальных условиях. То есть, скорее, вот в виде его движения, я бы сказал, что это мы можем что-то дофантазировать. Так он играет, как он играет. А вот ответ Локомотива по флангу Кофрие на месте. Бабкин, Куптан, снова живоглядов, и опять передача на правый фланг. Здесь Бабкин. Как-то ушел, так, немножечко акцент с левого фланга у Локомотива. Первые минуты. На первых минутах часто отправлялся мяч на Изидора. Вот он перехватывает сейчас мяч после попытки Бакаева выйти из обороны в атаку. Нарушение правил. Подтолкнули Изидора. Сейчас Ларс и Нашиго появились в размеченной зоне. Я, честно говоря, по-моему, никогда не видел, чтобы разминающиеся делали это в капюшонах накинутых. Ну, Ларсона, наверное, трудно чем смутить его корнями. Вот он-то как раз, мне кажется, так реагирует с трудом происходящее. Штрафной удар. Очередной выполняет Локомотив. Несколько попыток со стандарта у Железнодорожников уже было сегодня по ходу матча, пока они не были. Как-то уж очень интересно исполнены, что будет сейчас. Ну, и это, в общем, тоже неудачно. Интересно, как сейчас Дмитрий Ласьков воспринял вот эту подачу Константина Маргешвили. Почти 30 минут сыграли команды. Напомню, на час сегодня матч был отложен. Локомотив «Спартак». 23-й тур чемпионата России. Нули пока. Можно было бы сказать, под аккомпанемент снега, но он падает без шума. Кухта сохраняет мяч. Бика-бика. Маргешвили, Визидор. Высокая подача. Джики играет просто здорово, потому что у него за спиной Кухта уже готов был принимать этот мяч. Никол Сан, промес. Ну, очень тяжело отскочивший мяч обработать тут же так, чтобы его контролировать. Я уж не говорю дальше об обострении. Вот и еще один, еще одно подтверждение. Это как раз вот именно борьбы. То есть борьба бросается в глаза. Ее, может быть, даже как-то легче, что ли, вести. А вот именно с какими-то более техничными действиями, остановками, чар, разворот, обработкой и так далее, гораздо сложнее. И Мозес далеко бросает мяч на Николсона. Но уже довольно давно, кстати, не возникают моменты. Вот те два шанса Бакаева. И не проходит, особенно, длинных каких-то передач у Спартака за спиной защитником для того, чтобы искать там пространство. Худяков несколько раз сегодня играл на подстраховке. Это могло стать для Локомотива какой-то проблемой. И пока вот в данный момент пока перестает быть. Но может быть другая проблема. Холосевич опять едва играет здорово. Удар по воротам нужен, а его нет. Зато есть вынос. И здесь Джики должен быть первым на мяче. Конечно. Ну и дальше не особо рискуя, просто выбивает вау. Джиген. Вот момент Бакаев. Он в штрафной площади. Нужно притормозить бы. Ну вот здесь мы, наверное, вправе с тобой говорить, что погодные условия помешают. Смотри, как тормозной путь длинный. Ну, такой техничный парень, как Бакаев, в таких ситуациях, скорее всего, разбираться должен иначе. Но тут он просто как будто в сугроб уперся, которого, ну, фактически не было, но снегу не мешал, тем не менее. Ну, еще раз, смотри, давай отметим, что вот мы только что сказали о том, что эти длинные передачи не проходят. И практически сразу получился длинный вынос и острота у ворот локомотива. Да, не справился здесь. Ну вот застрял где-то мяч, пришлось его выковыривать. И, конечно, тяжело было здесь как-то серьезно с воротом угрожать. Но длинный пас опять становится оружием для Спартака. А на газоне Георгий Чики. И над ним сейчас колдуют спартаковские врачи. Честно говоря, я не разглядел момент, где он получил травму. Это он, кажется, выполнял длинный пас вот этот, который привел к выходу Бакаева к чужим воротам. Может быть, столкновение с кем-то из игроков локомотива, когда его пытались накрыть или дернул что-то. Но без Джики, конечно, совершенно не просто экспериментально, а просто патово будет как-то ахово выглядеть спартаковская оборона. Но есть Жигов все-таки. Ну, да, наверное. Не знаю, насколько он готов вот так ворваться в игру. Но я говорю, что разминка спартаковцев здесь с десятой минуты происходит. Джики Прихрамовая покидает поле. И давайте дождемся развития событий, чтобы понять, вернется он. Он, кажется, хочет вернуться и готов уже вернуться. Но смотри, все с ним должно быть нормально. Сейчас не очередь Жигова разминаться была, но он прибежал вне очереди. Наверное, такое указание он получил. Потому что вот такие новости от Джики приходили. Впрочем, сейчас игра уже продолжилась. 35-я минута матча. 0-0 в Черкизово. И Худиков готовится выполнить очередной удар от ворот. В матче первого круга победил Локомотив. Ну, а два раза за сезон Локомотив не обыгрывал Спартак уже больше 20 лет. Было это еще, когда Спартаком руководил Олег Романцев. Бакаев ступил в борьбу. Мяч выиграл. Ну, вот потом с этим подбором уже, когда нужно что-то делать, возникают сложности. Мородишвили играет на Изидора, который ушел с левого фланга. Передача в штрафную площадь. Здорово поработал бика-бика. Накрыл одного соперника едва. Потом не забрал мяч у Зогнина. Бакаев. Пас направо. Здесь Флусевич. Чех не сумел обработать мяч. А если бы сумел. И опять красиво играет Бакаев. Спартак с мячом. Спартак даже в этот снег не отказывает себе в удовольствии покомбинировать. Еще красиво пытались сыграть сейчас спартаковцы. Мы отметим, что по ходу первого тайма ослаб снегопад. По-прежнему снег идет, но уже не такой решительный, как несколько минут назад. Бакаев с мячом в углу о штрафной площади. Пробрасывает мяч чуть правее, но Мампаси на месте. И среагировал на этот трюк. Очередной угловой подает Спартак. Да, так снежки... Долетают до промеса снежки с трибуна Локомотива. Жиго пошел обролять своего игрока. Винси подает. Высокая подача. Мяч отбит. Мозес. И снова угловой. Да, опять Николсон занимает позицию в близости от вратаря. Интересно, что Джики не пошел в штрафную площадь. Худяков играет на выходе. Литвинов с линии... Ну, не с линии, а штрафной. Из-за пределов штрафной где-то в нескольких метрах от нее. Такой уже практически незримый наносил этот удар. Здесь разбирается Тикнезиан. Да, ну вот как раз тот самый момент, когда отскочивший мяч в итоге ни к одному из игроков Локомотива не попал. Его подкараулил Спартак. На газоне Хлусевич. Бека-Бека уже имеет желтую карточку. Напомню, с ним сейчас столкнулся игрок Спартака. Живоглядов. Бабкин. Бакаев опять без нарушения правил. Отобрать мяч в заброс. Отличный Квинси Промес. Удар! 1-0. Спартак выходит вперед. Квинси Промес забивает этот мяч. Мампаси с ног до головы в снегу. А мяч в воротах катился. Он медленно-медленно давая шанс защитнику Локомотива все-таки спасти свою команду. Но не удалось этого сделать. От Квинси. Холодно, но можно играть. Один. Субтитры создавал DimaTorzok